Всем привет! С вами Виктория Диденко и ее цветы. Сегодня хочется поговорить о таком растении, как инжир. По-другому еще называют это растение винная ягода, смоковница. Многим хочется растить это растение дома, в комнатных условиях. Задают вопрос, можно ли. Отвечаю, можно. У нас много инжиров, много сортов. И вот несколько сортов мы успешно выращиваем дома, в комнатных, квартирных условиях. Это растение у меня растет на балконе. Это сейчас я для того, чтобы снять, выставила его на подоконник. Значит, не все имеют возможность выращивать растение на даче, в открытом грунте. У кого-то нет дачи, у кого-то нет частного дома. Поэтому с легкостью можно выращивать плодоносящий инжир дома, в квартирных условиях. Значит, хочу отметить такую деталь. Не все сорта инжира можно выращивать в квартирных условиях. Почему? Значит, надо обязательно брать черенки от плодоносящего растения, от сортового, не из семян. Это первое. Второе. Не все сорта можно выращивать. Ну, сейчас перед вами сорт Моасон. Один из моих любимых сортов. Для квартирных условиях этот сорт просто идеален. У него некрупный листик, видите, по отношению к моей руке. Ну, возможно, если бы кадочка была побольше, лист у него был бы крупнее. Но, опять же, зачем в квартирных условиях содержать такие большие растения? Кроме инжиров, возможно, у любителей растений есть и другие цветы. Поэтому, как бы, сильно большую катку дашь инжиру, у него будет очень стремительно развиваться корневая система. И это может быть ущербно для плодоношения. Значит, Моасон плодоносит два раза за сезон. Значит, плоды у него очень вкусные, темные. Я позже сорву плод, потому что один плод, судя по тому, что он уже вот такой мягче, что он, скорее всего, уже созрел. Тут у меня чуть свет отсвечивает. Ну, потом я засниму с другой стороны, чтобы вы могли его рассмотреть. Значит, на растении вот сейчас, в данный момент, семь плодов. Один я уже съела. Он был очень вкусный, несмотря на то, что в этом году, за счет того, что, видно, питания уже не хватает в этом горшке, горшок где-то 21, наверное, сантиметр в диаметре. Питания не хватает, поэтому, как бы, плодики, за счет того, что их достаточно много, чуть-чуть помельчали. Мне кажется, что в прошлом году у меня Моасон был чуть-чуть крупнее, но ненамного. Значит, плод очень вкусный, хорошо вызревает. В квартирных условиях главное, значит, что должно быть, это солнце, активное солнце. У меня балкон на юго-западный, то есть там достаточно солнца попадает. Обычно мы свои инжиры вывозим на дачу, но так как уже он активно заплодоносил, я не захотела его дергать. Так вот он у меня остался. На дачу отправляем для того, чтобы растения подышали свежим воздухом. Значит, ну, какие сорта я могла бы порекомендовать для содержания дома? Это Моасон, Адриатический, Далматский. Ну, Далматский тоже с натяжкой, потому что он тоже достаточно такой крупноватый. Ну, можно, можно его. Ну, это вот по содержанию. Ну, главное поливать, потому что они достаточно такие, тоже любят попить. Но в период вызревания плодов ограничить полив можно для того, чтобы плоды были более сахарные, а не водянистые. Я чуть-чуть развернула горшок для того, чтобы вы могли рассмотреть плоды. Некоторые буреть начинают. Ну, вот этот как бы самый темный. Сейчас мы его открутим. Вот такой вот он у нас. Сположу на подоконник. Чтобы мы его могли рассмотреть хорошо. Такого вот размера. Освещение не очень удачное. Отсвечивает. Вот такой вот. Плодик я разрезала. Судя по всему, можно было еще чуть-чуть подождать. Ну, так они спелые. Видно, что оно мягкий плод. Сейчас попробуем, какой он на вкус. Можно было бы еще чуть-чуть подержать его. Вот такой вот масончик. В квартирных условиях выращивать легко. Значит, зимой желательно устроить ему прохладную зимовку. Если у вас утепленная лоджия, то до нуля градусов. Прекрасно. Он хорошо отдохнет, сбросит листву. И будет очень хорошее плодоношение на следующий сезон. Так что, у кого есть желание, пожалуйста, выращивайте. Это очень приятный процесс. Когда... Я вообще люблю красиво цветущие растения. Но когда можно еще что-то сорвать и скушать, выращенное собственными руками, это всегда двойной бонус. Так что, пожалуйста, пробуйте. Главное, не сейте инжиры, семян, значит, из растений, купленных в супермаркете. У меня есть такой инжир, уже ему, наверное, лет 12 будет. То есть, плодов на нем как не было и не будет никогда, потому что ему для опыления нужна специальная оса или мушка. Точно не помню уже. Ну, короче говоря, надо брать только сортовые черенки от самоплодных. Вот это вот у нас как бы самоплодный сорт. Желающим заказать укорененные черенки, пожалуйста, обращайтесь. Можете заходить на наш сайт pestik.net. Пожалуйста, там всегда можно что-то заказать, кроме инжиров. Мы всегда будем рады. Заходите на сайт. Можно просто даже почитать. Там в заметках цветовода много материала по разным растениям. Ну, на этом буду заканчивать. Всем пока!